Поставки оружия Украине не должны прекращаться, а должны увеличиваться и усиливаться. Мы уже сейчас фактами показываем, как эффективно мы можем биться, если у нас достаточно оружия, достаточно снаряжения, достаточно всего необходимого. Сегодня также обсуждается заявление Украины о том, что мы хотим стать членами НАТО. Для нас это заявление не амбициозное. Это прописано в украинской конституции. Но для большего количества наших партнеров, скажем так, очень сильный и очень четкий месседж, который они обсуждают и думают, что делать дальше. В данный момент 9 стран уже вышли с поддержкой нашего заявления, с поддержкой того, что нам нужно предоставлять больше оружия и Украину нужно принимать в НАТО. Но мы понимаем, что это только начало пути. Как вы помните, Украина получила кандидатство в Европейский Союз. Все начиналось так же с наших соседей и союзников, которые сначала выступили в поддержку нашу, а потом это уже была тяжелая дипломатическая работа, чтобы убедить остальных. И вот сегодня эта тяжелая дипломатическая работа ведется прямо тут, со всеми, у кого есть влияние – политическое, военное, публичное, медийное, дипломатическое. Ведется работа, и мы говорим, Украина уже является де-факто членом НАТО. Нам нужно, чтобы мы стали им юридически. Наша армия показывает, как хорошо мы боремся. Наша армия показывает, как мы выполняем все правила, которые должны выполнять страны-члены НАТО. Поэтому мы считаем, что у нас есть все права, чтобы стать членом Альянса. И сегодня мы убеждаем в этом остальных. Так же, как и 8 месяцев назад, вопрос был не в том, нападет ли Путин или нет, а в том, будем ли мы готовы. Сейчас ситуация такая же. Вопрос не в том, ударит ли Путин ядерным оружием, и какие планы, если это произойдет. Какие планы у украинцев, у Украины, какие планы у наших партнеров. Я думаю, что сейчас, на этом этапе, наши партнеры еще в процессе создания такого плана, потому что раньше его не было. И это также очень важно говорить о том, что угроза реальная, о том, что уже не раз мы видели. То, что весь мир не верил, происходило. И нужно быть к этому готовым. Не начинать думать и не принимать решения уже после того, как произойдет трагедия. А уже знать, что будет сделано, если вдруг что-то случится.